10 января. Полдень. 273-й километр автотрассы М5 Урал. На видео выложены очевидцами в социальных сетях ужасающие подробности столкновения ВАЗ-3110 и Хонды. Предварительно именно водитель иномарки, житель Мордовии, не справился с управлением и врезался в десятку. Это стоило жизни его пассажиру, умершему при транспортировке скорой. А вот водителя встречки спасти удалось. Статистически это была пятая смерть за долгие выходные. За прошедшие праздничные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек погибли и 50 человек получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 209 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Сотрудниками госавтоинспекции Рязанской области на протяжении всех праздничных дней проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе таких мероприятий сотрудниками госавтоинспекции были выявлены 158 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. А это уже фото с другого участка той же трассы М5 Урал. 14-я модель под управлением Рязанца собрала на встречке сразу два авто – Киарио с московскими номерами и Вортекс Эстину, жителя Шацкого района. Травму получили пассажиры в машине виновника аварии, женщина и 8-летний ребенок. И этого можно было избежать, говорят сегодня автоинспекторы при соблюдении скоростного режима. Также необходимо обращать внимание на метеорологические условия, вести свое транспортное средство с особой аккуратностью, с особым вниманием. Нужно помнить, что даже наличие зимней шиповной зимы еще не обеспечивает полный контроль транспортного средства на дороге. Поэтому снижаем скорость обязательно и контролируем вообще происходившую обстановку на дороге. Уже завтра синоптики обещают значительное похолодание до минус 25. Это, как известно, и гололед, и затвердевшие бровки на обочине. А значит, несоблюдение правил и аккуратности на дорогах может стать смертельным.